В городе есть всего две фирмы, которые умеют работать с автомобилями. Одна из них это мои любимые авиамоделисты. Ну, авиамоделистам я много чего делаю, поэтому рекламу я им делать не буду. А студия Flokia Vinyl Phoenix, здесь на Багратиона 10. Вот с ними мы работаем. И очень мне нравится. И для этого я все свои автомобили привожу сюда. Просто, потому что для меня любая царапина, это, извините, как серпом ниже пояса. А если это по пластику? Ну, раньше я пытался что-то придумывать. Сейчас знаю, что, ну, если даже сыночек мой, хотя он очень хорошо относится к моим автомобилям, что-то накосорезит, я просто тупо перетяну все это дело Flokia Vinyl. И у меня не будет никаких проблем. Ну, есть у меня еще одна машинка, которая подвинил просится. Наверное, сделаем. Так же, как подвинил, закатали вот этот Citroën. И машина перестала быть банальным обмылком. Появился свой собственный вид и стиль. Автомобиль стал ярким и броским. Он выделяется из потока и сигнализирует друзьям. Вот я какой, вот я здесь. Кстати, тема актуальная. Накупив себе ширпотреба, народ вынужден выжидать номера. Проще закатать авто винилом. И будет понятно, где кто. О, более шикарного подарка на Новый год придумать сложно было, да? Да. Как пришла такая в голову идея? Ну, не знаю, с женой сидели, что-то думали, вот, что бы сделать, что придумать. Думали-думали, вот, надумали машину. Укры украсить. Выбрал не аэрографию. Почему? Ну, бронепленка. Она как-то вроде и защитная пленка, и как-то... И красиво, и... А какое настроение? Когда садишься в свою вот машину. Потому что у Citroen красных много, а такой теперь один. Ну, теперь я выделяюсь из толпы. Где выбрал себе фирму по установке? Ой, знакомые посоветовали. Феникс. Теперь про то, что никто в Магнитогорске не сделает. Вот такую, к примеру, панель. Да не нужно теперь по разборкам всесоюзным искать торпеду. Все делается и восстанавливается специалистами клок и винила от студии Феникс. Да и название говорит само за себя. Дешевле машину восстановить и сделать круче новой, чем купить новую. Кстати, из опыта умных людей. Чем дольше выдержка, тем богаче вкус и выше цена. Все тоже относится и к винтажным автомобилям, независимо от страны производства. Автомобиль красив, новый. Но новый автомобиль теряет свой цвет через полгода. Царапается пластик, солом, все остальное. Мало того, новый автомобиль, он же, как правило, кредитный. То есть, того удовольствия он не приносит. Ну, получил первоначальное впечатление. Соседу нос утер, а потом все. И через год уже машина не та. Мало того, попали в ДТП. Еще хуже, еще куда-то. Что-то делается и машина уже не радует глаз. Что делаем? Для этого есть винил. Мы это можем сделать. Также у нас есть флок по салону. Можем перейти на сиденье. Помимо этого, работаем с пластиком. Давайте еще раз объясним, в чем преимущество флока. То есть, вот, допустим, у вас взорвалась подушка. Новая подушка. Но я, допустим, найду, где ее привезти задешево. Вы не найдете. Вот. Да подумайте, что можно и без подушки эксплуатировать. Но некрасиво. Чем восстановим? Флоком мы ее восстановим. Аккуратненько обработаем. Все сделаем. И даже вне вооруженным взглядом не будет видно, что действительно там взорвана была подушка. Это будет красиво, сердито и дешево. Вот мы сейчас с вами проект очередной включаем. Вот мой Ford сделали, да? Вы теперь свой гибрид автомобиль. То ли BMW, то ли 7-ка. То есть, тяжелые повреждения. Солнцем лопнул пластик. Казалось бы, как можно все это сделать? Пойти новый купить? Нет, мы это сделаем. Как бы. Для вас не существует таких проблем, да? Да. Как перетянуть кожу и затянуть ее заново? Да. Можем с нуля прям сделать панель. Ту же самую. Содрать все. Пойти до каркаса и восстановить ее. Теперь людям интересна цена вопроса. Они думают, что это заоблачные цены. Так ли это? Нет, это не так. Ну, сколько примерно стоит вот ту вашу панель, которую вы решили переделать? Это самый сложный вариант. Да, ну, это сложный вариант. Это панель BMW. И устанавливаем ее в пластику. Ну, в среднем это будет вместе с материалом в районе 10 тысяч. Это не копейки. А тогда получается подушку затянуть и восстановить вот эту поверхность. Это вообще дешево? Да. Особенно радует вот этот креативный подход. Вы даже можете не заморачиваться, вам что-то придумают. Потому что это художники. Это люди, которые имеют работу с материалами, у которых есть цветовой вкус, которые, ну, они художники. Я вот в свое время в детстве рисовал, сейчас я могу нарисовать только в 3D Max, и вот эти все заставки к моим телевизионным передачам, я их лично сам сделал. Но меня задают вопрос, а где же твой художественный вкус? Я говорю, да нету его у меня, а вот здесь у людей есть. То есть, если работают с флоком, то делают все так, что, во-первых, это оригинально, во-вторых, неповторимо. Если по винилу, то даже у вас не возникает необходимости потом думать про аэрографию, потому что все приделают. Прямострячат, приклеят, и будет все смотреться на 5 с плюсом.